Здравствуйте, это программа Город Эсс, я Елена Чернявская. С началом отопительного сезона наступает горячая пора для сотрудников МЧС, причем в буквальном смысле. Многолетняя практика показывает, что этот период сезон пожаров в частном секторе и подавляющее большинство возгораний происходит из-за неисправного оборудования. Пословицу «Готовь сани летом, а телегу зимой» можно отнести и к этой проблеме, однако лишь единицы весенне-летний период приводят свое оборудование и электроприборы в порядок. Большинство надеется, что их древнее печное отопление продержится еще и не одну зиму. Чтобы уберечь ваш дом, имущество и, самое главное, жизнь от беды во время отопительного периода, необходимо соблюдать следующие правила. Какие, расскажет мой гость в студии Владислав Валерьевич Садовский, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы, полковник внутренней службы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, с приходом холодов люди все активнее и активнее начинают использовать нагревательные электроприборы дома и в квартирах. Но, конечно же, и нередко они именно становятся причиной пожаров. Скажите, пожалуйста, есть какие-то золотые правила, которые помогут избежать вот как раз таких происшествий, о которых я говорила? Да, действительно, для каждого времени года существуют свои факторы, которые наиболее часто напрямую или косвенно служат причиной возникновения пожаров. Для осенне-зимнего периода такими факторами является это использование отопительных приборов, теплогенерирующих устройств, печей, каминов. Что людей заставляет прибегать к дополнительным мерам по поддержанию комфортной температуры в своем жилище? Для обогрева используют различные приборы. Наиболее распространенные... Нагреватели. Электронагревательные приборы, да. Вот. Отличительной чертой этих приборов является наличие нагревательного элемента и теплоотражающей поверхности. Чтобы обезопасить себя от возможности возникновения пожара, при их использовании нужно соблюдать несколько простых правил. Не использовать неисправные и самодельные электроприборы, не использовать поврежденную электропроводку, не включать в большое количество энергоемких электроприборов и не оставлять их без присмотра, не доверять детям и престарелым следить за этими приборами, не накрывать обогреватели какими-то различными предметами, Тем более сушить вещи на них, да? Да, правильно. Совершенно верно. Тем более использовать для сушки белья, не устанавливать их вплотную к мебели, к каким-то поверхностям, а также не использовать обогреватели для бестепловой защиты. Вот если прибегнуть к статистике, то же за прошедший пожароопасный период, который длился с октября 2021 года по март 2022 года, зарегистрировано было 437 пожаров, причиной которых как раз является правило нарушения устройства эксплуатации электрооборудования в жилом секторе. Вы сказали, что нельзя использовать неисправные электроприборы, но, простите, сегодня он работает, а завтра нет, и об этом может быть еще и неизвестно владельцу. Каким образом предотвратить случай, если, допустим, прибор неисправен? Лучше совсем его не использовать? Или как быть в этом случае? Проверять ли его исправность перед включением каждый раз? Что называется из опыта, если вот объяснять? Да, пожалуйста. Если вот при использовании прибора раздаются какие-то подозрители, какие-то там посторонние шумы, треск, если он выключается, выключается, если происходит, например, моргание какого-то светового индикатора, соответственно, стоит задуматься. Это же первые звоночки, стоит задуматься. Это первые звоночки, совершенно верно, и не стоит его использовать. Если, например, поврежден корпус прибора, то же самое. Могут оказаться открытыми электронагревательные как раз элементы, на которые может попасть пыль, бумага, ну, грубо говоря, все, что горит. Скажите, пожалуйста, а вот неисправные электроприборы, и вот все те случаи, о которых вы сейчас рассказали, они могут стать причиной сгорания всего дома? Если своевременно не обнаружить этот пожар, то, конечно, это может являться причиной того, что полностью будет утрачено жилище. Какие, может быть, из своей практики, опять же, примеры яркие приведете, вот когда происходила такая беда, и как раз причиной были и электроприборы в том числе? Ну, вот наиболее такой случай, так сказать, печальный, это когда на даче использовались для обогревания 6 августа прошлого года. На даче, в дачном массиве в Волжском районе использовались электроприборы для обогрева дачного домика. Был двухэтажный дом сколоченный. В результате пожара погибло тогда трое детей и их мам. Вот при осмотре места происшествия было как раз обнаружено большое количество электронных обогревательных приборов, но в том числе, скажем так, с признаками кустарного производства в том числе. Ну, как привело к таким печальным последствиям. Которые, соответственно, да, привели к таким печальным последствиям. Но вот жители сельских районов, давайте перейдем еще к этой теме, в домах и банях тоже часто пользуются печным отоплением. Какие меры предосторожности им нужно соблюдать, чтобы защитить свое жилье и, конечно, надворные подстройки от пожаров? Вот если говорить про использование печей и каминов для обогрева, то понятно, что они используются, в их, вернее, используются и применяется открытый огонь. Достигаются высокие температуры непосредственно вблизи от топки, от очага. Для того, чтобы уберечь себя от возможного пожара, необходимо, что тоже такие правила простые, чтобы кладку печей и каминов, установку дымоходов выполняли только профессионалы. Необходимо также в случае обнаружения каких-либо повреждений дымоходов, печей обращаться именно к профессионалам. Во-вторых, необходимо самим перед отопительным сезоном осмотреть состояние печей, каминов, дымохода, очистить при привлечении специалистов дымоход от сажи, обновить побелку и надежно заделать появившиеся в дымоходах и в печах трещины. То есть это нужно делать каждый сезон ежегодно? Обязательно, да, чтобы сохранить, конечно, в первую очередь? По окончании сезона, по окончании активного использования печи. Как раз в летний период как раз нужно посвятить этому времени, не поскупиться на время, на средства и провести вот эти вот простые работы. Я не думаю, что это такие дорогостоящие процедуры, но, тем не менее, в любом же случае свое имущество, а самое главное – жизнь, чтобы была в безопасности. Скажите, а вот эти процедуры, о которых вы сейчас сказали, они могут привести к трагическим последствиям? Конечно, могут. Дымоходы, например, если они будут неисправны, это что? Это источник углекислого газа. В основном при пожаре самый опасный фактор пожара – это как раз дым и есть. Дым, углекислый газ от этого. Вот, кстати, ежегодно в осенне-зимний… с жителями региона. Вот, расскажите, пожалуйста, что они в себя включают? В настоящее время вот эта работа проводится в форме правового информирования, путем размещения информации на сайте главного управления. Проводятся рейды совместно с представителями органов местного самоуправления, работников дворовольного пожарного общества. Вот, гражданам разъясняется порядок использования печного оборудования, порядок использования электронагревательных приборов. Вот на что обращают внимание? На то, чтобы во время топки печей не допускался их перекал. Вот, для того, чтобы от перекала не произошло переходы, горение строительных конструкций, особенно незащищенных деревянных конструкций, горючих конструкций. А в каком случае может произойти перекал? Если, допустим, зима, печь топится, можно сказать, круглосуточно? Не допускать такие вещи. Я хотел остановиться дальше на этом, скажите, правиле, чтобы использовать печь перед сном. Это заблаговременно, уже за 34 часа прекратить топку печи. Для того, чтобы была возможность осмотреть. Сгорели, не сгорели дрова, там, залу оттуда убрать, дымоходы открыть. Или приоткрыть. В зависимости от того, какой там теплообмен в доме, чтобы установился там. Вот при топке печи я еще хочу на что внимание обратить? Чтобы использовались дрова, которые помещаются в топку. Потому что большое полено, которое не помещается в топку, это как раз источник того, что оно перегорит, упадет. Возможно, возгорание каких-то вещей, которые находятся в непосредственной близости от печи. Нельзя оставлять топчущиеся печи и камины без присмотра. И так же, как я уже обращал внимание на использование электронагревательных приборов, нельзя доверять присматривать за топчимися печами детям и престарелым гражданам. Почему? Потому что они в случае возникновения внезапного пожара не смогут адекватно среагировать и элементарно что-то предпринять из своей безопасности? С психическими способностями, я так скажу. Потому что для детей эта игра перестарела. Он просто может не заметить силу своего возраста, состояние зрения. И, правильно вы говорите, не сможет в свое время отреагировать. Например, открыл топку, упал уголек. Зола посыпалась, загорелось что-то вокруг. Хотя для этого, в принципе, существует притопочный лист металлический. Ну, зачастую граждане не используют его, что крайне неправильно, да. Правильно, спасибо. И еще хотелось еще сказать. Вот за прошедший пожароопасный сезон 209 пожаров по этой причине произошло. Вот именно из-за того, что неправильно эксплуатировали печи и камин. Я сказала про рейды, и вот в один из таких рейдов мы сходили вместе с вашими коллегами. Ну, и я предлагаю посмотреть сюжет на эту тему. С наступлением осенью количество возгораний жилых домов из-за неправильного использования электрооборудования и дровяных печей резко возрастает. В зоне особого внимания спасателей в этот период частные домовладения. На территории городского Самара за период 2022 года зарегистрировано 1134 пожары. За период 2021 года зарегистрировано 1352 пожары. Тут наблюдается уменьшение на 218 пожаров. Сотрудники МЧС России проводят профилактические рейды, чтобы рассказать жителям о правилах безопасности в быту. Жителям частного сектора напоминают, что основными нарушениями при эксплуатации отопительных печей являются трещины и повреждения домоходов, отсутствие предтопочного листа или его небольшие размеры, хранение вблизи топящейся печи горючих предметов. Если вы обнаружили очаг пожара, необходимо немедленно сообщить это в пожарную охрану, а также принять все посильные меры для ликвидации вознагрения пожара. Ну и самое главное, не допускать вознагрения пожаров. Как говорится, лучше предупредить, чем ликвидировать. Во время бесед с жителями спасатели акцентируют внимание на важность контроля за состоянием электропроводки. Ее требуется вовремя менять. Кроме того, важно не перегружать электросеть при использовании в помещениях электрообогревателей. Крайне опасно одновременно включать множество электроприборов или оставлять их на долгое время. В режиме ожидания использовать самодельные обогреватели. И, конечно, ни в коем случае нельзя оставлять печи и отопительные приборы без присмотра или на попечение малолетних детей. Для нас очень важны такие рейды, потому что у нас поселок в зоне риска находится. Много пожаров было, тем более в наше сложное время. Конечно, хотелось бы, чтобы людей информировали, чтобы требовали, в том числе даже не просто информировали, требовали соблюдения пожарной безопасности, чтобы проверяли газовое оборудование, проверяли электрооборудование, состояние проводки, возможно. Также спасатели провели профилактический осмотр домов, чтобы выявить возможные риски возникновения пожаров. После чего дали рекомендации, как сделать дома пожаробезопасными. Продолжаем разговор. За прошлый сезон было зарегистрировано 437 пожаров. На втором месте в этой печальной статистике 330 пожаров из-за неосторожного обращения с огнем. Из этой причины на первом месте находится... Ну, это всесезонная причина, она подвержена этой причине. И летние месяцы, и зимние месяцы, это неосторожность при курении, 143 пожара. И шалость детей с огнем, 4 случая было зарегистрировано. Из-за неисправности печей и дымоходов, как я уже отметил, было зарегистрировано 209 пожаров. Печально слышать такую статистику, особенно, когда в пожарах гибнут дети. Скажите, вот в этом году сколько в нашем регионе произошло таких пожаров? По каким причинам они произошли? И, конечно же, что нужно сделать, чтобы их избежать? К сожалению, в этом году произошел один такой случай. Погиб несовершеннолетний ребенок. Один ребенок получил травму. Причина пожара, как я уже тоже останавливался на это, неосторожное обращение с огнем. Шалость детей была зарегистрирована. Это случай произошел в городе Тольятти. В зоонологичный период прошлого года было три пожара зарегистрировано, на которых погибло пятеро детей. Что нужно сделать, чтобы избежать таких трагедий? Не давать детям играть в спички. Это самая такая вот аксиома. И все-таки продолжает эта проблема актуальной? К сожалению, да. Не оставлять детей, как я уже говорил, без присмотра. Основная причина, от чего гибнут дети на пожарах, неважно, взяли ли они спички, пошалили, либо включили электроприбор, нельзя их без присмотра оставлять. Вот вся статистика прошлогодняя, связанная с гибелью детей, она как раз сопутствующим фактором гибели, это оставление детей без присмотра. Вот если вот говорить, это был случай аварийного режима электропроводки в городе Октябрьске, в Безенчукском районе. То же самое, такая же причина, тогда тоже на пожаре погибло трое детей. Потом, если вот говорить про детскую гибель, необходимо детей в том числе учить, как нужно правильно действовать в случае возникновения пожара. Вот в этом году был случай в Сызрине, когда на пожаре пострадало двое детей несовершеннолетних. Дети пошалили, подожгли какую-то одежду, которая висела на вешалке, на двери. И с третьего этажа выпрыгнули. То есть вот, может быть, если бы как-то до этого взрослые научили, но, конечно, невозможно предугадать, как будет действовать человек в экстремальной ситуации. Ну, возможно, если бы, например, они владели навыками, например, накрыть покрывалом горящее что-то, чтобы ограничить доступ к кислороду, ну, по крайней мере, на какое-то время оградить себя от языков пламени. Они могли бы выйти через дверь из комнаты и попасть в прихожую и на лестничную клетку. Да, ну и позвать на помощь, конечно. Да, позвать на помощь. Но они были одни и вот решились на такой шаг. Вы совершенно правы, когда сказали о том, что профилактическая беседа должна проводиться с детьми именно с молодых ногтей родителями. И когда родители объясняют, что и спички детям не игрушка, да, вот это уже избитые правила, и что нельзя в доме без взрослых ни включать газ, ни пользоваться спичками, зажигалками и так далее и тому подобное, то, мне кажется, ребенок никогда сам это не сделает и, ну, не возьмет. Когда четко родители, ну, запрет прям конкретный накладывают на вот такое обращение. Ну, а если уж это произошло, если уж он взял, то с ними нужно... То есть поглотите правила, вы считаете, нужно? Ну, понимаете, с детьми это ребенок. Я могу сказать про своих детей. У меня тоже такая же история была в семье. Но для того, чтобы избежать в дальнейшем, чтобы вот им нужно указывать, чтобы они извлекли из этого урок, что называется. Ваши дети играли в им честников? Не знаю, во что они играли, но, слава богу, все удачно прошло. Все обошлось. Все обошлось. Да, как вспомнишь пословицу, да? Сапожник без сапог. Ну что же, продолжаем разговор. Скажите, сколько на этот раз было выявлено нарушений? Вот как раз профилактические рейды еще и направлены на то, чтобы их выявлять. Верно? Верно. Только уточнение. В какой области? Ну, мы сейчас говорим как раз про безопасность людей во время отопительного сезона, когда проходят рейды, выявляются нарушения, да? Нарушения выявляются. Сейчас в условиях действующего законодательства наложен, фактически наложен мораторий на проведение проверок, и поэтому основной вид деятельности надзорных органов это профилактическая работа. В настоящее время профилактическая работа, как вот мы уже отмечали, наряду с жилым сектором, проводятся соответствующие профилактические визиты на объекты, связанные как раз с отопительным сезоном. Это котельные, всевозможные тепловые узлы. Вот проводятся инструктажи с работниками данных предприятий, совершенно верно. Вот осматриваются места хранения топлива, резервного топлива. Вот осматриваются подъездные пути. Проводится работа, такая же работа проводится на объектах социальной защиты. С работниками организации проводятся соответствующие занятия по правилам действий в случае возникновения пожара. По организации все временной и быстрой эвакуации постояльцев. Но вот все больше популярность, кстати, в сфере защиты от пожаров среди жителей набирают автономные пожарные извещатели. Правильно сказать? Пожарные извещатели. Расскажите, пожалуйста, вот их пользе, конечно, об их функциональности и все-таки какую помощь они могут принести своим владельцам? Вот автономный дымовой пожарный извещатель. Это такой прибор, довольно-таки простой, размером с блюдце, скажем так, с небольшой блюдце, с кофейной блюдце, правильно сказать. Вот размещается он в потолочной части помещения. Его достаточно одного, например, на помещение. Он себе несет функции прибора, который обнаруживает опасный фактор пожара в виде дыма. Как я уже отмечал, это самый коварный опасный фактор пожара. Вот. И является также средством оповещения. То есть, когда он срабатывает на оповещение, там, грубо говоря, там, глухой поднимется для того, чтобы его отключить. Но, соответственно, здравомыслящий человек, который ставил его с целью того, чтобы защитить свое имущество от пожара, вот, современно среагирует. Осмотрит свое жилище, посмотрит, откуда идет источник дыма. Но зачастую, вот, граждане, которые его уже установили в жилище, забывают о том, что за каждым прибором нужно, в том числе, и следить, смотреть. У него, скажем так, две таких вот, скажем так, неисправности. Скажу так. Когда он запылился, он может сработать. И вторая, он может просто не сработать из-за того, что они своевременно заменили элементы питания в нем. Батарейки. Батарейки, да, элементарно. То есть вот эти вот две вещи, которые нужно делать. А прибор, он эффективный, он вас прям вот хорошо. Спасет вам жизнь, можно сказать, да? Известит вас о пожаре, там, и соседей проснуться, в том числе. А вы сказали, что дым коварный, и вот этот прибор именно реагирует на задымление. А чем это может быть чревато? Если произошло где-то задымление, и человек спит во сне, он элементарно может задохнуться. Ну да, правильно вы говорите. Состояние сна, это тоже вот такая причина, когда человек просто не может отреагировать. Может быть, ну вот, допустим, от курения, там, площади пожара фиксируется, там, полметра, метр, под человеком, там, рядом с ним. Какой-то источник прогорание, и все. А человека нет. Да, автономный пожарный извещатель, можно ли его купить самостоятельно, установить самостоятельно, или все-таки нужно привлекать пожарных? Для этого не нужно привлекать пожарных. Это не автоматический прибор, ну, как бы, не автоматическая система. Для него, для его установки не нужна лицензия, специалист, скажем так, домовых дел, мастер, может быть, и понадобится, где там, например, проведен какой-нибудь красивый дизайнерский ремонт, чтобы его там красиво установили. Купить его можно в розничной сети, они продаются. Стоит, не так дорого. Я, к сожалению, вот, что-то по ценам вот не могу сориентироваться. Ну, в любом случае, выбор и здесь. Ну, не больше тысячи рублей точно стоит. И еще что хотел отметить, вот, в высотных домах, которые сейчас дают в эксплуатацию, они устанавливаются во всех комнатах. Если возгорание небольшое, скажите, пожалуйста, можно ли до прибытия пожарных попытаться ликвидировать вот это возгорание самому? И необходимости держать в доме огнетушители, спасатели говорят, постоянно. Вот посоветуете, какой лучше? Огнетушитель лучше в доме хранить все-таки, чтобы он имелся. Вот они бывают пятилитровые, но, вот, скажем так, для лиц пожилого возраста, для детей, он все-таки там тяжелый будет. Автомобильный огнетушитель, вот он сколько там, два с половиной, три литра, три килограмма, вот он объемом. Порошковый огнетушитель. Порошковый, он более эффективный. Углекислотный огнетушитель, он, чем хорош, тем, что он не повреждает, меньше повреждает имущество. Порошка потом отмывать будет долго, но он более эффективный. Вот если говорить, какие действия совершают в случае возникновения пожара, ну, всегда нужно попытаться его потушить своими силами, то есть, исключить его контакт огня с кислородом, чем-то накрыть, использовать жидкости, но не горючей жидкости, конечно же. Вот если вы понимаете, что после двух-трех, скажем так, попыток не получается вас сбить пламя, вот как в кино показывают, джет-стор, вот он сдергивает, а потом все равно там разлетающиеся, горящие куски ткани, новые очаги, пожар возникает. И когда вы видели, нужно оповестить всех находящихся, что называется, голосом там, звуками какими-то, чтобы привлечь внимание, позвать на помощь, если не получается. И уже после этого, если вы видите, что не получается, тогда нужно уже предпринимать усилия к тому, чтобы эвакуироваться, себя, помочь эвакуироваться детям, старикам, и одновременно с эвакуацией вызывать пожарных, сообщить при этом место возникновения пожара своими фамилиями. Ну и постараться, конечно, не паниковать при такой ситуации, потому что паника – это самый главный враг. Самый главный враг, да, совершенно верно. Ну что же, подводя итог нашему с вами сегодняшнему разговору, я хочу предоставить вам заключительное слово. Вы уже дали несколько дельных советов, как действовать при пожаре, но все-таки какой еще совет можете дать жителям Самары и Самарской области, каких правил необходимо придерживаться в быту, дома, вот сейчас, в такой пожарный период, все-таки, чтобы, ну, не случилось беды? Не оставляйте, уважаемые граждане, не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы. Вот зачастую вот коварны не только вот, скажем так, электронагревательные приборы, любой электроприбор, который не предусмотрен, паспорт, в паспорте на его эксплуатацию оставлять без присмотра, лучше не оставлять там. В этом году даже вот в учреждениях социальной защиты было зафиксировано два пожара, когда были оставлены без присмотра элементарно телефоны, включенные в сеть на зарядку. следующее, не доверяйте следить за топящимися печами, за электронагревательными приборами детей и стариков, потому что это не те, скажем так, контролеры, которые в случае чего смогут уберечь жилище от пожара. проверьте, если вы не проверили состояние своих печей, каминов и дымоходов. Вот, наверное, эти самые ценные советы, да, резюмируя нашу сегодняшнюю программу. Спасибо вам большое за беседу, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, ну, а, как говорится, лучшее лечение заболевания это его профилактика, поэтому вот сейчас проверьте свои отопительные приборы, проверьте свои печи, если вы это не успели сделать летом, ведь самое главное на земле это, как известно, жизнь. Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова